Ребята, перед дорожкой заехал поменять шины на зимнюю резину, потому что проснулся сегодня, а с утра минус 7 у нас в Москве. Поменяем резину с вами, потом проверим запаску, потому что ехать на большое расстояние, чтобы все было, чтобы все было наготове. Ну что, ты готов к путешествию? Да! Воронеж – город, расположенный на берегах одноименной реки в 12 километрах от ее впадения в Дон. Ее площадь составляет 596,5 квадратных километров, а проживает здесь чуть больше миллиона жителей. От Москвы до Воронежа можно добраться практически любым способом – на машине, автобусе, поезде или самолете. Расстояние между столицей и Воронежем составляет 463 километра. Вчера, в общем, мы доехали сюда, часам к 9, холодильное естественное, пока затащили все чемоданы, пока сами разместились. Что сейчас у нас в плане? У нас сейчас в плане, пока будет немножко день, хорошая погода, сейчас немножко посмотреть город. Но так как сейчас минус 10 на улице, то много мы особо не посмотрим, то есть не нагуляешься, покатаемся на машине. Чекаут у нас здесь в квартире в 12, а сейчас я смотрю квартиру новую в Ростове. Не в смысле, чтобы купить в Ростове квартиру, а в смысле, чтобы ее арендовать. Это, кстати, к вопросам аренды. Вот есть два варианта, да, ну, для меня существует. Пока на данный момент это букинг гостиницы и это аренда через Airbnb. У меня сейчас утро, я еще немножко в режиме slow motocom, потому что сегодня то один, то один мелкий, то второй просыпались ночью и не давали спать. Но радует то, что погода обалденная. Мы, значит, арендовали квартиру. Квартира очень милая, стильная, чистая. С детьми, в принципе, очень удобно в квартире оставаться, потому что в гостинице немного другой режим. В принципе, всего, что нужно в квартире есть. Ну, посуда, это понятное дело, кастрюли. Есть макароны даже, макароны, крупа, соль. Бутылка была большая с водой, обычная минеральная вода без газов. Вот, посудомойка, холодильник, плита, полотенца новые, чистые, постельное белье идеальное, чистое. Ну, в общем-то, нам, наверное, повезло, поэтому такая квартира чистая, новая, в принципе, в новом доме. Зубные щетки, полотенца не предусмотрены. Это нужно иметь свое. Но есть мыло жидкое. Воронеж пользуется меньшей популярностью, чем другие города России. Но здесь тоже есть, что узнать нового и что посмотреть. Первые 215 кораблей для флота Российской империи были построены на верфи именно в Воронеже. В Воронеже есть улица, названная в честь несуществующего человека. Изначально это был перекресток двух улиц, Егора Сазонова и Петра Алексеева. Но когда район перестроили, название этих улиц просто объединили. И так появилась улица Петра Сазонова. В городе есть также микрорайон, названный в честь авиационного института, которого никогда не было и нет. Существовал лишь его проект, но когда началась война, его реализацию отложили. Именно здесь, в 1941 году, появились первые установки BM-13. Они же Катюши. Воронеж – родина группы «Сектор Газа». Они даже посвятили городу несколько своих песен. Ребята, смотрите, если вы, значит, не пользовались Airbnb, то вы должны знать, что бронь на сайте происходит, по сути, похоже чем-то, как на букинге. Также выбираешь квартиру, очень просто там даты, указываешь там какие-то нюансы, свои пожелания. И, собственно говоря, едешь. Вопрос – это квартира, да, арендованная. Как ты туда попадешь, да? Вариант первый – это тебе передает ключ хозяин или кто-то там из его доверенных, он тебя встречает, он предварительно с тобой связывается, то есть во сколько, когда, что, как. И вы уже там через телефон общаетесь. Второй вариант – это когда хозяин оставляет, ну, скажем, в каком-то секретном месте. Это может быть сейф, там ты подходишь, тебе говорят, где там сейфик, ты там вводишь код, берешь ключик, как бы, потом оставляешь. Бывают какие-то там, помимо сейфов, еще какие-то секретные места, типа там, ну, я не знаю, под ковриком, да, вот под ковриком или там в укромном месте. Еще вариант есть, когда тебе говорят подойти там, ну, грубо говоря, это, может быть, фирма какая-то, ты приходишь на фирму, которая рядом находится, ну, допустим, риэлторы какие-то. Ты заходишь к этим риэлторам, они в этом же доме находятся, у них берешь ключ, тебе, как бы, говорят, куда пройти. Самый частый, самый частый, вот на моей практике, я езжу много, это когда тебя встречает хозяин, и потом он тебя провожает, то есть ты говоришь, когда ты будешь уезжать, он приезжает и забирает. Либо там ты куда-то бросаешь ключик. Я вот пока по Воронежу езжу, по центру, у меня очень даже неплохие впечатления, погода еще так, погодой повезло, просто мороз и солнце, и день чудесный. Я раньше Воронеж проезжал неоднократно, и почему я его проезжал? Потому что он лежит на пути из Москвы в Краснодар, а я жил в Краснодаре, и мотался раньше туда-сюда, ну, не прям часто, конечно. Я проезжал в Воронеж, но как-то я не заезжал, не обращал на него внимания, потому что, например, в Ростове я был много раз. А сейчас решил заехать и посмотреть. Я вообще здесь ничего не знаю, вижу его впервые, идеальное время для посещения, минус 10. Ну, на самом деле, погода не подвела отлично, мне очень нравится. Ну и, кстати, город тоже, ничего плохого вообще пока сказать не могу я. Ну, как бы еще раз, конечно, я нахожусь в центре. Я пока из центра, из этого никуда не выезжал, и сегодня я вот во второй половине дня рву в Ростов. Поэтому сейчас смотрим быстренько. Воронеж – это не только город на земле, но также и город в космосе. В честь него назван один из астероидов. Археологи утверждают, что именно на территории Воронежа водились мамонты и первобытные люди. Существует легенда, согласно которой Петр I отправлял в Воронеж красивых девушек, для того, чтобы местные мастера в них влюблялись и оставались в городе. От фактов к действиям. Чем можно заняться в Воронеже? Увидеть первый большой корабль ВМФ России. Первые русские военные корабли были построены прямо на реке Воронеж. Самым известным из них является Готто-предестинация. Парусник с 58 пушками, построенный на воронежских верфях в 1700 году. Вблизи города река Воронеж превращается в водохранилище, именуемое Воронежским морем. Одно из лучших мест для прогулок в городе – Придачинская дамба. В сущности, представляет собой зеленый остров посреди реки Воронеж. Ребята, морозец такой, снежок. Подъехали посмотреть Благовещенский кафедральный собор. Очень такое серьезное здание. Главный храм Воронежа. Восстановлен он относительно недавно. Ну, как сказать, относительно. Вообще недавно восстановлен. И что прикольно, рядышком есть детские площадки. Если вы с детьми, дети могут поиграть. Ну, как бы, очень хорошо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Ребята, мы приехали. Опа, Ян тут у нас. И в этот раз мы остаемся в Мариотте. Вот такие у нас апартаменты семейные. Очень классный отель. Очень классное место. Здесь внизу цунг. Здесь есть скрытая парковка. Здесь сразу же ресторан, естественно. Ну, все на уровне Мариотта. Ну, и Мариотт, на мой взгляд, один из лучших вариантов здесь. Здесь в Воронеже. Здесь в Мариотте есть номера, которые стандартные. Номера небольшие. И есть номера вот формата апартаментов. То есть, такие как квартиры, квартиры, студии. Для того, чтобы можно было остаться с семьей. Здесь даже есть такие кухоньки, кухонька, холодильничек. Как полноценная квартира. Мне очень нравится. Здесь в номере тоже есть гардероб. Есть спортзал здесь отличный. Есть зоны рядом с ресепшеном, где можно поработать за компьютером. Здесь есть и бар, и ресторан классный. Нам все понравилось. И, конечно же, это сумасшедший вид со всех сторон. И мы попадаем в Воронеже на солнечную и морозную погоду. Впечатления у меня, честно, от Воронежа отличные. Отличные впечатления. Ничего не могу сказать плохого про город. Классно. Субтитры подогнал «Симон»